У нас есть и комментарии прокуратуры, которые подтверждают наши слова о том, что подписав соглашение с НЖСК+, люди автоматически переходят в обслуживание этой компании. Однако, прежде чем заключать с людьми договоры на обслуживание, управляющая компания обязана была созвать собственников на общее собрание, на котором именно жильцы и должны принимать решение, какую выбрать форму управления и как действовать дальше. А до тех пор, пока общее собрание не состоялось или на нем не было кворума, никаких заочных голосований по закону быть не должно. Это является незаконным, то есть все равно должно быть проведено общее собрание. По крайней мере, о нем должны быть уведомлены жильцы. У нас это получается тоже по закону предусмотрено либо заказными письмами с уведомлением, либо под роспись, либо в помещениях дома должны быть размещены объявления в общедоступных местах, где должна быть указана дата, время проведения данного собрания, его повестка. Если общее собрание не организовывалось, так скажем, ну естественно не проводилось, то заочное голосование является незаконным. Заочное голосование не должно проходить до того, как будет осуществлено непосредственно прямое голосование. Учитывая, что форма управления домом, выбор формы управления домом, это достаточно серьезный вопрос, гражданам хотелось бы обратиться, здесь не занимать пассивную позицию, действительно приходить на это общее собрание, и действительно определяться, какая форма управления все-таки лучше. Опять же, в соответствии с жилищным кодексом, обжаловать в последующем решение общего собрания, даже при заочном голосовании процедура, она осуществляется в судебном порядке, во-первых, во-вторых, обжаловать может собственник, который в голосовании не участвовал, либо голосовал против, и суд может отклонить заявление, если данные, скажем так, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование, если голос данного собственника не мог повлиять на исход голосования, да, и не было допущено грубых процедур. Продолжение следует...